Я хочу показать вам точку 1 миллион долларов. За секрет этой точки давали 1 миллион долларов. Эта точка, которая так называется, очень важна. Потому что очень часто мужчины нажимают на другую точку, не туда. А эта точка, на которую они нажимают, может стоить 1 доллар. И тогда у них за этот 1 доллар много проблем получается. И у них воспалительный процесс в простате начинаются и другие проблемы. Многие люди нажимают вот просто рядом с яичком. Так что вы нажимаете вот здесь. Это точка, которая называется 1 доллар. Но 1 миллион долларов и 1 миллион долларов очень близки. 1 миллион долларов находится напротив ануса. Это точка 1 миллион долларов. И просто сразу напротив, вот. Там есть такое место, которое пальцы, если вы будете трогать, они как пустое пространство будут утопать в этом месте. И это как раз напротив вот этой двери, которая дверь в сексуальный дворец называется. И очень важно, что здесь это нужно практиковать. Почему они называют эту точку 1 миллион долларов? В старые времена, в старинности, в древние времена, богатые люди, они платили мастеру дао. Они платили ему миллион золота, большое количество золота для того, чтобы прийти в дом, чтобы закрыть 7 дверей. В Китае очень большие дома, и вот там, значит, несколько дверей. Вот это первая дверь, вторая дверь, третья, четвертая, вот. Они брали дао мастера, который закрывал за ними 7 дверей. И тогда дао мастер показывал им эту точку. Он показывал им эту точку. Он говорил, вот точка. Вы практикуете каждый день. Нажимаете. С средним пальцем и двумя пальцами сжимаете. На самом деле, в этом месте, как раз кверху, если это будет пристательная железа. Вы практикуете каждый день. И тогда в этом месте происходит очень большое количество разных изменений. Ведь на самом деле, в те древние времена у них не было анатомии. И негде не написано было, где это, как это все было. И вот это то, о чем мастер Джонсон и Джонсон написали книгу. Они написали то, что когда вы находите прямо вот около того, что вы начинаете окулировать, вы даже нажать на эту точку, и тогда окуляция не произойдет. Но он не знал настоящего учения. И все думали, ну, точка промежности. На самом деле, это место не такое большое. И они нажимали очень часто прямо напротив яичка. И они при этом не практиковали сжатие. И поэтому, когда начинала появляться сперма, а здесь как бы блокировалось это место. И здесь собиралась сперма, она блокировалась в этом месте. И начинала раздувать, как бы растягивать это место. И это было очень болезненно. У некоторых даже начиналось кровотечение. Но если вы нажмете вот в этом месте, как раз вот... Давайте обратим внимание. Еще раз. Если вы... Если вы... Если вы... Если вы... Если вы... Если вы... Если вы вот здесь нажмете, в этой точке. Okay. Или вы нажмете здесь. Или вы нажмете здесь. Тогда это... Если вот внизу будет нажать, и тогда это место будет переполнено сперма. Это будет очень болезненно. Если бы тысячу лет назад у них такая картинка была, она бы стоила миллион долларов. Потому что никто не мог понять, что происходит. Потому что даусские мастера-то практиковали, поэтому они точно знали это место. Поэтому, когда мужчины практикуют, нажимайте на эту точку, которая называется миллион долларов, сжимайте это место, продолжайте сжимать каждый день. И тогда сексуальная энергия будет подниматься в голову, она будет усиливать работу мозга, и предстательная железа будет сильнее, и вы будете контролировать эякуляцию, не будете терять сперму. Для меня, я вам скажу, это было больше, чем миллион долларов. Когда я начал это изучать, практиковать это было гораздо дороже. Когда я узнал, как работает эта точка, один миллион долларов. Сегодня, это так просто, я вам все оставлю, я вам все оставлю, я вам все оставлю. Сейчас-то просто. Сейчас все написано, все разъяснено, показано на картинках. Встали. Сейчас. У женщины, у женщины, у женщины нет миллион долларов, но вы можете нажать на нее. У женщин этой точки нет. Поэтому первое. Можно. Посмотрите, как делаются пальцы. Посмотрите, средний палец. И как бы два пальца держат средний палец, помогает ему. Найдите, где там анус у вас. Найдите анус. Найдите анус сначала. Почувствовали анус где? И от ануса подвиньтесь, подвигайте пальчики чуть-чуть вперед. И. Пресните, и найдите холл, и вы можете встать. Когда вы будете нажимать, почувствуйте, как бы дырочку, покрытую кожей, там как бы проваливается кожа. И это место начинаете сжимать. Сжимать, сжимать, подтягивайте, сжимать и подтягивать. Вот это там как раз над предстательной железой находится. И освобождайте. Сжимайте, освобождайте, сжимайте, и освобождайте. Сжимайте, и освобождайте. Делайте это до сотни раз в день утром. Я научу вас, и вам вообще больше не будет время чем-либо заниматься, только будете это делать А сейчас мы с вами найдем точку, которая называется 1 доллар Теперь вы поняли, где находится точка 1 миллион долларов? Поняли, мужчины? Почувствуйте ваши яички И прямо как раз там, где кончаются яички, нажмите точку Почувствовали разницу? Разницу почувствовали, мужчины? Прямо под яичками эта точка, 1 доллар стоит эта точка На самом деле, если вы будете практиковать с этой точкой, то она и 1 доллар на самом деле не стоит эта точка Потому что чем больше вы будете практиковать, она будет болезненна, вам там будет больно Начнутся проблемы с предстательной железой, начнутся проблемы с яичками И вы будете продолжать сжимать, сжимать, толку не будет, будет только боль В момент в шоте, и... To press when contract or how? The question is when to press Миллион долларов Точку 1 миллион долларов Вы нашли точку миллион долларов Вот это вот уплак Дырочка такая, нажимаете Выдыхаете И нажимаете и подтягиваете И освобождаете Это будет фотография, которая будет стоить 1 миллион долларов Ира, ты разбогатеешь Нажимаете Нажимаете Сжимаете и подтягиваете Как вы думаете, вы поняли, где находится точка 1 миллион долларов? Мужчины Духости Духости А так уже все Между анусом и костю Духости Потому что если продвигаться от ануса, то получается дальше костю Вы ищете Вы и нашли анус От ануса, вы двигаетесь чуть-чуть вперед Нашли это уплаконную дырочку Углубление не дырочку, а углубление там происходит Найдите этого дома в постели Исследуйте Найдите эту точку Дело в том, что если вы будете нажимать вот на две этих точки Вы почувствуете большую разницу в ощущении Понятно, да? Здесь вы видите Здесь вы видите Анус Яичко И вот здесь вот кость, о которой вы спрашивали Вот здесь кость И вот вы как раз между анусом и костью Вы обнаруживаете Прожживаете Такое как бы углубление Если вы нажмете здесь Здесь нет углубления А когда вы нажмете там, где есть это углубление Это как раз там, где надо В углублении Это за все к сиву Дело в Instagram Не конечно, это герой Как? Да, да, вот так, Давид. Не с такой силой. Об этом Джонсон и Джонсон тоже говорили. А вот мы сегодня говорили, был вопрос о прерванном сексе. Многие занимаются прерванным сексом. Но мужчины, которые занимаются таким сексом, часто чувствуют боль в яичках. А если вы будете нажимать не там, где нужно, то есть не в той точке, у вас может появляться очень сильная боль в яичках. Потому что во время секса очень много сперма активизируется. И вы как бы уходите, останавливаетесь. Это просто как, если вы покупаете, то вы не сможете делать это. Так что, в самом деле, они очень похожи на то, что мы пытаемся показать вам. Но небо и hell разные. Один доллар и миллион долларов, очень много. Это очень похоже на то, то есть там написано в книге то, что я учу. Но разница очень большая. Разница как между одним долларом и одним миллионом долларов. Вот такая разница. Некоторые люди говорят, ой, нет, 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 это очень плохо, потому что если вы будете это делать, у вас будут проблемы с предстательной железой. Правильно, у вас будут проблемы с предстательной железой, если вы будете делать это неверно. Это номер один. Но когда вы будете практиковать каждый день, конечно, уже будет большая разница. Вы знаете, где вы будете чувствовать предстательную железу, вы будете чувствовать яички, вы будете делать сжатие и расслабление. Если вы сделаете сто раз в день, представьте, сколько раз будет это в год. А те, которые занимаются прерванным сексом, они же не тренируются, у них нет этой тренировки. Теперь вы поняли разницу? Сколько раз, если вы сто раз в день сделаете, сколько раз это получится в год? Очень важно, когда у вас секс. Когда вы внутри, вы расслабляетесь. Когда вы выходите, вы слегка соединяете. Здесь очень важно вот это вот сжатие. Тогда энергия начинает циркулировать. Расслабляетесь. Очень важно, когда вы внутри, вы расслабляетесь внутри. Когда вы чувствуете, что у вас очень большое количество энергии, вы выходите, совсем выходите немножко, и начинаете вот эти сжатие и расслабление, сжатие и расслабление. В таком сексе очень много таких сжатий и расслаблений. Это не только для мужчин, но это и для женщин тоже. Но другие люди, которые делают это по-другому, они не делают этих сжатий и расслаблений. Они просто занимаются сексом, быстро-быстро-быстро заканчивают и все, все, до свидания. Здесь поэтому скапливается большое количество энергии. И она остается в этом месте. И тогда энергия отсюда не знает, куда одеваться. И в результате того, что здесь скапливается большое количество энергии, наступает время, когда происходит воспаление предстательной железы, ну и все проблемы, которые могут быть с предстательной железой. Если вы будете делать верно, и делая правильно это или делая это неправильно, конечно, это очень большая разница. Понятно? Встаньте. Давайте поработаем с точкой 1 миллион долларов. Женщины тоже очень полезно работать с этим. Но у нее эта точка не называется 1 миллион долларов. Все-все встаем, женщины тоже. Давайте сделаем это. Вдох, выдох. Сжимаем. Нажимаем, нажимайте и начинайте подтягивать. Освобождайте. Потому что для женщины очень важно, практикуйте. У женщины это не 1 миллион долларов. И это 500 тысяч долларов. Коли вы это делаете, это очень важно для мозга. Когда вы сжимаете, вы чувствуете, как происходит сжатие в мозге. Упражнение, которое вы можете делать с яйцом утром, очень важно. Утром полезно делать это с яйцом и с языком, женщинам. Желательно, чтобы вообще упражнения с языком нужно делать каждый день. Очень важно. Потому что это один из очень сильных упражнений. Это упражнение делает вас сильными и дает долгую жизнь. Упражнение с языком. Секрет упражнений с яйцом для женщин. Очень просто. Вы закладываете яйцо внутрь. Сначала вы должны научиться, как его сжимать. Сжимать крепко-крепко. И освобождать. Не беспокойтесь, это яйцо нельзя сдавить, раздавить. Сильно-сильно-сильно сжимаете яйцо во влагалище. Если влагалище очень такое, раздавить, если влагалище слабое, то вы, когда будете сжимать, вы не почувствуете стенками влагалища этого яйца. Не беспокойтесь. Продолжайте сжимать до тех пор, пока стенки влагалища не почувствуют яйцо. И когда вы начнете чувствовать влагалищами это яйцо, вы начнете поднимать его и опускать. Поднимать и опускать. То есть стенки влагалища будут держать и как бы подтягивать яйцо вверх и опускать вниз. Очень важно тренировать мышцы влагалища. Очень важно. Ну, естественно, вы понимаете, что яйцо нужно всегда держать в чистоте, его нужно мыть до и после. Но, если вы продержите это яйцо слишком долго в горячей воде, оно будет горячим, не вставляйте его в влагалище сразу. Теперь, когда вы получите это, вы можете начать с одним яйцом работать с поднятием веса этим яйцом. Можно будет, как у что-то привяживать какой-то грузик, или можно пальчик пользоваться. Вы вставляете, сжимаете, и будете выталкивать, пальцем тянуть. Вы будете чувствовать, как бы тянуть мышцами вверх, а пальцем вытягивать вниз. Поднятие тяжести через мышцы влагалища очень важно для женщины. Потому что если эта часть слабая, эти мышцы слабые, то женщина быстро старится. Но, естественно, вашим мужьям или вашим любовникам вряд ли понравится, если вы начнете стариться. Если женщина в влагалище такое вот очень свободное, то мужчина, когда он туда вставляет пенис, он вообще не понимает, он вошел или он вышел, вообще в каком состоянии это находится. А сейчас мы будем говорить о следующей части. Хорошее влагалище. Хорошее влагалище. Когда пенис в состоянии расслабленном. Это очень важно. Мы сейчас будем с вами говорить об очень секретном методе. Но в то же время простом. На самом деле все секретные методы, которые были в прошлом, они на самом деле очень просты. Мы сначала будем говорить о мужчинах. Но, вы знаете, что в сексе женщина гораздо превосходит мужчину. Потому что мужчина — это огонь, как огонь. Он быстро возгорает. И очень быстро тухнет. Затухает. Затухает. А женщина — это как вода. Ей необходимо время для того, чтобы закипеть. Здесь есть одно маленькое правило. Простое правило. Если женщина не тренирует, не делает эти практики, влагалище становится холоднее, холоднее, холоднее. Если же вы практикуете огонь в дантяне, огонь в сердце, и опускаете этот огонь вниз, и делаете дыхание яичниками, яичковое дыхание, тогда влагалище начинает разогреваться, лагины становятся теплее. И женщины, которые практикуют это, они гораздо легче достигают состояния оргазма. Что такое секс на самом деле? Когда мы занимаемся сексом, это значит, что два сексуальных органа массируют друг друга. Многие из вас здесь массажисты. Вы знаете все части, которые необходимо массировать. Эту часть, эту часть, эту часть. Вы представляете, сколько этих точек на пенесе и очень много этих рефлекторных точек во влагалище. Во время секса или занимаясь сексом, это когда два органа начинают массировать друг друга очень тщательно. В основном, как люди, путь, каким у людей в основном занимаются сексом, у немцев есть такое выражение бомпинь, как по-русски сказать. Бомбить, да, как бомбить. Но у нас другое слово, вы знаете. Но когда вы бомбите внутрь, бомбите вне, то вы очень много упускаете. Но таотские техники говорят, нет, это не так. А это вкручивание. Но английское слово, это вкручивание. Когда я учил в Англии, они мне сказали, нет, вы не знаете слова. Они мне сказали, нет, вы не знаете слова. Но вы не вкручиваете, а вы бомбите. Они не вкручивают, а вы бомбите. Теперь вкручиваться, это движение крестца. Вот это движение крестца. Вот это вкручивание. Мы поговорим сначала о мужчинах. Если мужчина активен, Если он входит, выходит, 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 вот таким вот образом, то он очень многие пункты пропускает. Он пропускает много. Но важный пункт, на самом деле, вот это здесь, в голове. Очень быстрый вход, выход, и окуляция. Поэтому первое правило в Дао, давайте посмотрим, как это на Западе. Они обнаружили, я не знаю, как в России. Взяли мужчину средних лет. Когда они уйдут секс, они только верят 50 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8. А в Даосе говорят, да это неправильно, это совсем неправильно, потому что таким образом не получится энергии, которой нужно потом будет обменяться. Это быстро-быстро вошел, вышел, вошел, все, и окуляция, и все, больше ничего нет. А вот в Даоских текстах они говорят о пяти тысячах вкручиваний. Пятьдесят раз и пятьдесят тысяч раз, сами понимаете, разница большая. Но уж мы не будем говорить о такой цифре, как пятьдесят тысяч раз, мы будем говорить о пятистах раз. Здесь есть одно простое правило. Если вы опускаете наиболее сенситивный, и наиболее чувствительные точки пениса, если вы избегаете самой чувствительной точки пениса, то вы не живете дольше. То ваше желание будет продолжаться дольше. Окей. Самая чувствительная часть пениса это головка. Мы называем это железопенис. И вот здесь вот, а из-за этой головки-то у мужчин очень часто случается сердечный приступ, и из-за этого мужчина умирает. Потому что эта часть пениса соединена с сердцем. А вот с правой стороны это легкие. А вот здесь вот самая головка соединена со всеми нашими основными основными железами. Здесь как бы две большие вот разницы. А дело в том, что в стволе пениса, не в головке, а в стволе, генерируется энергия органов. И чем больше стимулируется именно ствол, вот эта часть пениса, тем больше стимуляции получают внутренние органы. И тогда вы ощущаете как бы целительную силу, целительную энергию. И тогда эякуляция не происходит очень быстро. Вы поняли эту теорию? Эта теория, особенно для женщин, потрясающая. Но эта теория это в основном для женщин. Нет. Эта теория вы имеете в виду пенис? Да. Для мужчин и особенно для женщин. Но в такой ситуации нужно освобождаться этой позиции, которая называется миссионерская позиция. Потому что когда женщина находится наверху, и если ее влагалище сильное, и она знает, как сжимать, очень важно, это очень важно, попробуйте это. Сжимайте, сжимайте, но я вам потом расскажу действительно историю, правдивую историю. Я думаю, это произошло около 2000 лет назад. И это было около 200 лет назад. В самом деле, это очень близко. В тысячу лет назад. На самом деле, недавно произошла история. Всего тысячу лет назад. Один император, четвертый император из династии Чен. И они убили всех других императоров, и вообще, одна маленькая девочка исчезла. Они поубивали всех других императоров, и спаслась только одна маленькая девочка. Ну, и ее, значит, воспитывали, говорит, что она принцесса, но... И она должна отомстить. И она говорит, а как же мне отомстить? Ну, вот за то, что всех поубивали, она одна осталась. И когда увидела, что армия такая сильная, много солдат, она сказала, нет, как же я отомщу. И она пошла в горы, встала на горе и хотела убить себя. И как-то в то время, когда она хотела прыгнуть со скалы, ее увидел Дау-мастер. И он ее спас. И он ее спросил, чего ты захотел убить себя, почему? Она сказала, я хочу отомстить, потому что вся моя семья убита. И он ей сказал, хорошо, я дам тебе технику, я научу тебя, и ты сможешь отомстить. Все, что ты, как ты можешь отомстить, ты должна убить самого императора. Больше ничего нельзя сделать. И он начал учить ее упражнения с яйцом, чтобы она научилась сжимать очень сильно. Потому что, когда происходит это сильное сжатие, открывается матка. и она выбрала себя, чтобы она была выбрана в наложнице, чтобы он выбрал ее в наложнице. Она была очень красива, и она ее выбрали в наложнице. И однажды король ей предложил изменить секс с ним. И однажды король ей предложил изменить секс с ним. Ну, конечно, королю она сильно понравилась, потому что она умела делать столько разных вещей, и он влюбился в нее. И теперь она понимает, что король ловит ее. И когда однажды король пришел и пытается переспать с ней, в старые все древние времена короли не окулировали так быстро, у них было очень большое количество наложниц. Если король ловит, они не будут обслуживать для того женщины. Если король не нравилось это, то тогда он ничего не пьет. Если девушка ему не нравилась, то он не окулировал. Если король окулировал, но ему не нравилась женщина, тогда как бы он выбивал сперма из крестца. И тогда сперма появлялась, он окулировал. Когда пришел король, и она ему нравилась, и король хотел окулировать в этот раз. Когда ее матка открылась с вагалищем, и она всосала пенис его. Когда король близко окулировал, пенис очень тяжелый, очень тяжелый. Матка всосала его пенис, и настолько сильно сжала, что сломала. Убила короля таким образом, она его убила. Но для того, чтобы это произошло, ей надо было долго практиковаться. Не беспокойтесь, это мужчины, уже такие женщины еще вокруг есть. Просто эта история показывает, насколько сильной может быть матка. Но все равно будьте аккуратны. Для женщин, это очень важно, тихо. Если вы овладеете этой техникой, тогда ваш мужчина вряд ли когда-нибудь вас оставит. Потому что... Не сломала жалко смерти. Потому что... Когда женщина находится наверху, и у нее достаточно узкое, достаточно сильное влагалище. Женщина может вот таким образом, она может поворачиваться на пенисе в разные стороны. У женщины начинает круглое. Если вы разделите влагалище на несколько частей, у нее можно определить левую часть, правую часть, верх, и низ. И здесь есть... И здесь есть... Здесь вот есть одна интересная вещь, о которой говорят Даосы. Люди думают, что хорошо иметь длинный пенис. Но в ходе влагалище всего на всего 3 сантиметра. И говорят, что если ваш пенис не короче 3 сантиметров, то все в порядке. Потому что... Потому что очень много эрогенных зон находится в части... Как эта часть у женщин? А? Мелкая часть. Мелкая часть, да? А, shallow part. Ага. Теперь... Если входит вот так пенис входит... Все стенки, правая, левая, низ и вверх... Находятся все точки, рефлекторные точки и все эрогенные точки. Начиная с... Начиная с... Начиная с... Вот с этой точки, с клитора. Которая... Клитор, который соединен со всеми... Со всеми абсолютно железами. До того, как входите вы. Вот сюда. Здесь левая и правая лёгкая. Здесь левая и правая лёгкая. Здесь почки. Кидния, левая. Печень. И все остальные органы. Много в этой области. Очень много вот туда глубже, много всего. То есть точки, соединенные с органами. Поэтому в теории номер один... Мужской пенис мужчины должен уметь заходить в углы. То есть он должен углами заходить в углы. Вот таким образом делать. В правый угол заходить. В левый угол заходить. Вниз, вверх. Вот это очень важно. Это делают мужчины. Но женщина делает гораздо лучше вещь. Поскольку, когда женщина наверху, она сжимает. И она... Женщина со своим влагалищем как бы ведёт пенис на то, чтобы он попадал на этерогенные точки и массировал их. Здесь есть одна очень великолепная вещь, которая... Вот в этой мелкой части и около клитора. Женщина может делаться только в этих двух местах. Один есть в облаке, и когда вы положите пенис на то, и они есть в углу, чтобы держать его прямо на крысловичном участке, и вы попадаете туда. И женщина просто вылезает... В外ном. Вот здесь. Так, подождите, я разберусь. Это просто есть изглая, сжимая. Пенис прямо в там, но не в углу. это место у женщины, но это джипот, называется джипот поэтому женщина должна контролировать так много на втором и она находится отсюда она находится прямо за клитором это точка, которая в литературе описывается как джипетно есть такое пространство и если пенис попадает это место не очень далеко от входа во влагалище но это место должно находиться наверху клитор начинается вот здесь, он достаточно длинный а вот здесь уже начинается влагалище а вот здесь вход во влагалище значит пенис должен быть вот в этом месте там есть место за клитором, куда должен попасть пенис это в литературе описано как джипетно когда женщина владеет этой техникой женщина может возбуждаться, 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 а у мужчины при этом не наступает эякуляция следующее место следующее место вот здесь влагалище вот здесь влагалище и просто за и когда вводится пенис то попадает тоже вот в течение это место которое называется пятно джи когда женщина как бы подстроит свой крестец и пенис то пенис попадает как раз в это место оно попадает туда и пенис попадает туда куда надо но женщина должна работать крестцом вправо влево сжимать сжимать на самом деле самое главное это сжатие когда вы вот таким образом тогда не попадает не попадает пенис если он только делает головкой то он может не попасть он должен обязательно средней частью стволом потому что когда средний ствол тогда активизируется энергии всех органов вы поняли эту теорию мужчины вы поняли как пенис должен вот так углы искать там во влагалище мужчине сложнее мужчине сложнее это сделать вот женщине в позиции наверху легче это сделать она проще поведет пенис туда куда надо его везти поэтому в древние времена эта техника это техникой занимались только наложницы с королями и императорами и все эти женщины и все эти женщины учили четырем различным искусствам первое искусство называлось искусство спальни это как заниматься сексом с королем там второе второе искусство это и рисование третье искусство пение и четвертое искусство игры на музыкальных инструментах называлось четыре искусства теперь когда империя упала они всех женщин выгнали у этих женщин работы не осталось и у них осталась только одна работа заниматься сексом они стали теми кого мы называем сейчас проститутки но они сами себя проститутками не называли они называли себя женщинами искусства они знали как заниматься сексом они знали как петь они умели рисовать они умели играть на инструментах и их называли женщинами искусства а вот многие императоры и короли не знали техник потому что ну эти вот все эти техники их начали как бы они начали в другие места попадать и здесь из всех техник есть одна главная техника и вот эта вот техника является одной из самых главных женщинам предлагается попробовать это запомните но при запомните что для этого необходимо и ведь ну такую сильное влагалище иначе это не сработает иначе это не сработает окей следующая техника которая очень важная техника для мужчин это это сначала теория теория заключается в следующем вы должны входить в женщину мягким а выходите женщины твердым а вы ходите мягким это смерть это очень интересно они сказали нормальные мужчины но нормальные мужчины обычно они имеют твердый пенис быстро входят быстро-быстро-быстро трясут постель эокуляция и все спасибо дорогая великое освобождение и упал и заснул очень а женщина говорит что это у меня вообще ничего не было вот это путь который ведет к смерти мягко когда мужчина входит в состояние мягком он достаточно он готов для того чтобы войти когда он у него есть движение сексуальное он становится твердже тверже тверже и он выходит он начинает сжимать сжимать и опять становится мягче и тогда вся энергия ян поднимается вверх в этом случае не теряется энергия когда мягкий пенис ну не очень мягкий вы опять входите опять имеется движение сексуальное опять он становится более твердым пенис выходите опять поднимаете сжимаете сжимаете и женщина тоже сжимает поднимает энергию чем больше вы сделаете там скажем от пяти до семи раз у вас будет больше энергии это теория большого колокола когда у людей быстрый секс когда у людей быстрый секс быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро они хотят больше они достигают точку как бы из которой они больше не могут то есть все они падают все они падают падает мы называем по теории большого колокола все бамс и удар колокола закончил кончен и таким образом теряется большое количество энергии и таким образом теряется большое количество энергии и у вас есть курица который несет яйца и вы говорите я голоден хочу съесть курицу убиваете курицу наедаетесь полные вы курицы но завтра не будет яйца а если курица жива то завтра вы просыпаетесь у вас есть яйцо и на другой день есть яйцо это очень интересная теория сейчас уже изучается большое количество ну почти миллион случаев висеквами это когда мужчина перерезают семенники they cut so the sperm don't come out or they have a study they actually have a study let's see есть вот такое учение о червях и это учение во всем мире публиковалось много раз что когда эти самые черви окулирует это у них укорачивается жизнь они нашли таких червей которых которые очень близки нам по структуре клеточные у них такая простая клеточная структура и самое интересное что эти черви любили заниматься сексом они рождаются секс у них секс секс и умирают они живут примерно 7 дней и тогда ученые сказали ну дайте попробуем давайте сделаем из них монахов чтобы черви монахов и вот монахов чтобы черви монахи были значит были такие черви у которых был целебат они не занимались сексом и они действительно жили дольше они жили от 8 до 9 дней а потом они решили ну как бы перерезать семенники чтобы у них спермы не было но позволим им заниматься сексом ну и они то это сделали сперма у них не вытекала а сексом они занимались но самое поразительное что эти черви жили до 14 дней и поэтому они сделали вывод что когда мужчина когда в мужчине производится сперма это укорачивает его жизнь и поэтому может быть в этом то и причина что бабушка живет гораздо больше дедушек везде во всем мире очень много бабушек а где дедушки и тогда они подумали а что же делать с людьми как бы вот сделать чтобы у людей то было но ведь пять лет назад даусы нашли этот метод они научились контролировать пять тысяч лет и они научились контролировать и научились не экулировать теперь в этом процессе очень важно увеличение энергии я вам помню вчера как что сперматозоид очень сильно вибрирует и эта вибрация дает энергию у нас есть в конце концов в конце концов но у нас есть 200 миллионов сперматозоидов когда мы их возбуждаем когда у нас секс мы возбуждены тогда все сперматозоиды сильно возбуждены это их возбуждение вот хвостиков их производит большое количество энергии и тогда эта энергия поднимается немножечко опускается эта энергия чтобы сперматозоиды отдохнули немножко и опять возбуждают они начинают опять возбуждаться и еще больше энергии производить и поднимаем мы эту энергию и опять отдыхаем и опять возбуждает опять возбуждает сперматозоидов и тогда таким образом вы снимаете огромный урожай энергии и это лучше чем просто убить сперматозоидов и окуляция все все тогда это все вообще тогда это все вообще тогда это все вообще я однажды прочитал в россии есть эти самые лоси или олени олени да олени обычно убиваются олени или олень и используются олени рога теперь это не надо делать теперь это не надо делать потому что им отпиливают эти рога и на следующий год опять у них вырастают опять вырастают окей если они убивают олени один дирь может сделать около 100 рога если вы их убили может быть не больше они вырастают это очень важно то есть следующая теория когда у вас нет эякуляции но для того чтобы этого не было нужно массировать яички много и когда много сперматозоидов то есть через что не нужно так что в этом способе очень аккуратно очень аккуратно вот через все что какие они выставляют во свою свою все клетки в теле начинают очень быстро выстраивать вот эти вот сексуально дают энергию сексуальным клеткам нельзя просто вы скажем выпить два яйца и потом построить 2 миллиарда клеток на самом деле это правда потому ученые сейчас выяснили что необходимо огромное количество энергии для того чтобы началось производство спермы в организме есть среди животных большое количество таких животных которые секс окулирует и умирают после этого это очень важная вещь для понимания когда не этой окуляции тогда как бы клеточки тела видит что не надо больше энергии на строительство новых сперматозоидов на производство новых сперматозоидов ну например для того чтобы они потратить клеточки 30 долларов чтобы производство спермы было вначале теперь сперма есть в организме а теперь клеточкам необходим может быть 1 доллар или 2 доллара чтобы производить спермы и таким образом как хранится сохраняется большое количество энергии на мы на патроне дэйт у полипай дэйт сам панкут фу цепили иногда это бывает тринадцать дэйс 30 дней иногда 35 иногда 60 дней значит тогда сперматозоид умирает это все эти все процессы они изучили врачи изучили и ученые вместе с ними когда они вот процесс этой перерезание семени операции делали они обнаружили что мужчины которые у которых сперма не вырабатывается они здоровее они больше имеют секса и они сильнее этот на не изучили в миллионных случаев когда они делали и делали это операцию но проблема заключалась в том что все-таки они испытывали боль когда им необходимо было делать массаж массаж тестим массаж яичек массаж массаж пениса и массаж продвижности когда клетки умирают любые клетки необходимо минеральные соли необходимо очень большой как бы сас всего состав всего чтобы клетки возобновили свою жизнь если вы не хотите детей то для чего вам тратить энергию и тратить такой боли чикар большое количество и окуляцию и вы знаете что оргазм это не окуляция оргазм это самая лучшая энергия для всех органов чем больше оргазмов у вас тем больше у вас энергии а если вы окулировали то у вас уже нет оргазма если вы сделали если вы мульти оргазм почувствовали один раз один раз три раза четыре раза пять раз и вы втянули в себя много энергии в конце концов если вы хотите окулировать так окулируйте тогда в таком случае вы потеряете меньше энергии но но если вы не потянете энергию вверх а у вас сразу будет эокуляция то вы конечно теряете энергию даусы говорят что если вы хотите заниматься сексом то он не должен быть короче 20 минут потому что за это время хотя бы за эти 20 минут может создаться можно поднять энергию если секс длится несколько минут там на две потому что энергия для чего это нужно для того чтобы энергия в органах активизировался если секс идет там одну-две ну мало минут то органы не успевают активизироваться что такое оргазм оргазм это когда энергии всех органов смешивается вместе тогда наступает оргазм если вы не массируете пенис пропорционально всем тем точкам то есть все точки пениса которые соответствуют органам или вы не массируете пенис массируете влагалище соответственно всем тем точкам которые соответствуют органам тогда органы не смогут генерировать достаточное количество энергии и тогда не будет энергии для того чтобы происходило происходило обмен это поняли в этот это на эту точку эту эту теорию подготовка очень важна очень важна подготовка это игра как бы игра игра до 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 самого здесь очень простое правило женская энергия или энергии женщины она начинает стечь с рук и сердце из головы в сердце это женская энергия если вы хотите активизировать женщину не пытайтесь сразу войти в ее влагалище тогда женщина скажет ну что это это не то вы должны начинать сверху а начинать с верхней части с рук и и и все тянуть как бы всю эту энергию то есть вы знаете что энергия идет из рук из головы в сердце и когда вы почувствуете что женщина уже стала мягкая нежная и энергия и энергия начала истекать из сердца вниз это очень важно но мужчина часто ведут себя так если он почувствовал эрекцию все он уже готов войти потому что мужчина как огонь когда 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 у женщины нет смазки или жидкости никогда не входите в нее но флюид или смазка не входите в женщину когда она сухая скажем поэтому необходимо еще время для того чтобы поработать с клитором женщины некоторые женщины слишком нежные слишком чувствительно поэтому не работайте непосредственно с клитором делайте как бы такой нежный поглаживающий массаж такой который бы понравился женщине это очень важно некоторые женщины очень чувствительны им это не нравится в области клитора поэтому вы как бы прикрываете губы делаете массаж потому что клитор тоже как у пениса есть эрекции и это как то когда женщина возбуждается то у нее тоже наступает эрекция это эрекция ее клитора и этот клитор очень похож на пенис головка поднимается и он становится длинным 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 и когда женщина возбуждается здесь у нее место становится твердым как у пениса точно так же как маленький пенис тогда можно проходить входить внутрь но в начале вы работаете начинаете начинаете только около внешнего входа здесь клитор когда он входит то клитор длинный он туда внутрь проходит и когда когда наступает эрженская эрекция если у женщины нет эрекции нет смысла входить потому что тогда наступает тогда начинает выделять смазку когда вы входите вы должны быть прежде всего напротив вот этого клитора который внутренней частью внутренней внутри он сейчас обнаружено что у женщины присутствует не только джи пятно внутри у лаганшин но у женщины есть еще пятно это с левой стороны белое пятно и white spot с правой стороны у женщины у женщины вот от a b c d до 4 вот точек таких чувствительных сенситивных эрогенов и у каждой женщины разные эти точки разной чувствительности наверху на слева справа внизу опять справа слева вот то есть по в вокруг влагалища находятся вот эти чувствительные точки запомните это и когда вы поворачиваетесь в угол влево если вы пойдете прямо то просто не будет массажа пениса ствола пениса если вы будете ходить углами тогда пенис будет получать массаж в тех точках которых ему необходимо это тоже то же самое как рефлекторные точки на ногах и на руках такие же точки в носу такие же точки в носу такие же точки в ушах и такие же точки на лице а вот в этой части во влагалище и на пенисе самые сильные самые мощные и самые энергетические рефлекторные точки там внутри на пенисе на стволе и внутри во влагалище самые мощные самые сильные точки поэтому необходимо массировать их пропорционально тем точкам которые там имеются но если вы двигаетесь вот таким образом то ничего не происходит точки не массируются органы не генерируют энергию если вы идете к пассажисту и он массирует вот таким быстрым образом эти точки за что тогда платить деньги если вы будете массировать каждую точку на ноге и на ноге много точек поэтому поэтому думайте когда вы занимаетесь сексом о массаже пениса и массаже влагалища вы поняли теорию вы поняли теорию до тех пор пока он не становится мягким и вы держите там и потом вынимаете его это называется в таосизме мертвая дохлая рыба если вы делаете это постоянно у вас постоянно такая дохлая рыба вы очень молоды у вас эякуляция много энергии ян и вы поставите там и тогда ин вынимает из вашего пениса весь ян и вы очень мягкий и следующий раз вы становитесь еще мягче и потом еще мягче и потом совсем мягче и тогда вот это называется мертвая змея секретная теория в этом мягкое вхождение твердый выход если случилась эякуляция когда вы начнете снять не позволяйте пенису становиться мягким во влагалище вы получаете очень твердый нож вы опускаете его не слишком долго, когда железо становится холодным железо, горячее железо вы опускаете в воду через быстрое время а железо становится холодным теряет тепло поэтому помните о том что нужно когда вы еще в состоянии поднимайте энергию вверх когда вы чувствуете что вы очень готовы уже к эякуляции вынимайте и поднимайте энергию вверх так как таким образом любовь может отмечаться до 20 минут на полчаса и вы можете заниматься любовью от 20 минут вы можете заниматься полчаса возбуждение также необходимо на полчаса на полчаса и вот это состояние возбуждения должно обязательно оставаться хотя бы на протяжении 30 минут мужская энергия поднимается с ног она идет с ног от земли в сексуальные органы и эту энергию нужно поднимать в сердце очень важно а женщины это мужчины а мужчины с головы рук и в сердце и сердце в сексуальные органы а мужчины с ног вверх через сексуальные органы в сердце и сердце вверх вы поняли теорию это позиция номер один у них у всех позиции есть номера а когда мой учитель учил меня мы очень много исправляли значит женщина поднимает влагалище а мужчина входит восемь мелких вхождений то есть неглубоких но как говорит мастер че одно очень глубокое и все они останавливаются начало вдыхает отдыхает набирает энергию эту часть мы иногда называем утренней молитвы во всех даусских текстах это называется утренней молитвой самое лучшее время для секса это конечно утро но без окуляции вы поднимаетесь у вас секс это вот утренняя молитва восемь в восемь раз спасибо да дорогая моя дорогая ханя это очень хорошая утренняя молитва А после того, как вы сделали вот то, что рассказал Мастачия, и вы подняли энергию вверх, то у вас энергия с утра дополнительная еще. Но если у вас будет эокуляция, то у вас весь день будет вот такой. А вот эта позиция называется тигровый шаг. Шаг тигра. Здесь, значит, пять или восемь неглубоких проникновений. Значит, по углам неглубоких проникновений от пяти до восьми. Это то, о чем мы говорили на исцелительное нацеление. Раньше, вот если человек заболевал, приходил к врачу, врач говорил, слушай, давай иди домой, займись вот сексом, вот делай вот так, вот как сейчас объясняется. А потом через десять дней приходи и мы с тобой поговорим. Практически все болезни могут быть излечены вот этой позиции. Вот этой позиции. Значит, пять позиций, восемь неглубоких, под разными углами. А потом, и сколько раз это надо делать? И восемь пять заходов. Значит, вот в этой позиции очень многие болезни лечатся. Можно сделать два-три захода. Энергия поднимается вверх. И отдых. Это позиция, которая работает. Дело в том, что в этой позиции излечиваются болезни, которые есть у женщины, а энергетика мужчины резко поднимается. Дело в том, что в этой позиции излечиваются болезни, а энергетика мужчины резко поднимается. Если женщина в этой позиции сильно возбуждается, она очень возбуждена, нужно остановиться. Это то, что происходит женщины. Когда женщина очень-очень хорошая, чувствует не очень высокий, а энергетика мужчины резко поднимается, но не поднимается. Если женщина очень сильно возбуждается, у нее идет оргазм и оргазм, то тут нужно остановиться тоже. Потому что когда мы едим, мы когда поели, немножко останавливаемся, поели, останавливаемся. Иногда мы, конечно, едим быстро, наедаемся. Это очень важная часть. Когда женщина очень сильно возбуждена, очень возбуждена, да, нужно тоже остановиться и дать энергии подняться. На самом деле все позиции можно делать за один раз. Но не экулирует при этом. И все 100 элементов, естественно, в организме излечиваются. Почему здесь происходит лечение? Лечение происходит, потому что энергия поднимается резко. Это цикада, цикада, это живот, здесь такое цикада на юге, да, вот, который поют. Значит, здесь идет, входит количество вхождений от 6,9. Значит, 7, все основные, все основные болезни тела излечиваются в этой позиции. А почему это происходит? Потому что все органы вот в этой тоже позиции, они активизируются, энергия активизируется. И энергия, которую выдают эти органы, поднимается вверх. И эта энергия опять с головы опускается, попадает во все органы. Поэтому таким образом все органы укрепляются. Потому что это не какая-то определенная проблема, поскольку энергия идет из органов и возвращается во все органы. Таким образом органы укрепляются. Это вход глубокий, мелкий, в глубокий, мелкий в этой позиции. Когда женщина, у женщины очень много смазки, и она тоже очень сильно может быть возбуждена. Доходят до очень сильного возбуждения. И в этой позиции, если удерживается энергия и удерживается окуляция, энергия усиливается, увеличивается во много-много раз. А это феникс, который мажет крылышками. В этом случае идет такой счет. Три раза мелкие вхождения, а потом восемь раз. И когда очень плотно соединяется с ягодицами. Собственно, все позиции, которые есть, они все строятся одним образом. Если женщина сильно возбуждается, и мужчина при ее возбуждении может регулировать свой огонь, то есть регулировать свое возбуждение, таким образом энергия поднимается вверх и возвращается в органы, и таким образом происходит извлечение. Очень важно, что если вы почувствуете в этой позиции, скажем, сильное возбуждение оргазма, нужно остановиться, поменять позицию. Эта женщина наверху называется кролик, который, ну, лижет волосы, что ли. Вот в этой позиции женщине очень легко вести пенис в те места, в которых находятся вот эти точки, которые нужно стимулировать. Потому что очень легко вести пенис и очень легко вести его вот в области, где находится клипа. Женщина очень возбуждается в этой позиции. Она в этой позиции может увидеть Божественное, Боже, Бога. И все 100 болезней, которые могут быть, они не появятся. В самом деле, номер просто выдают к курицу, чтобы вы будете более концентрированы. Ну, что, почему у вас вопрос был, почему так важно считать, сколько, какое количество вхождений. И ответ такой, что когда вы считаете, то ваш ум все-таки более центрирован на том, что вы делаете. И тогда вы не идете как бы в более быстрый процесс и не экулируете так быстро. Здесь тоже женщина наверху, позиция называется рыба, с курицей, с курицей, с курицей. Все они в текущем, в текущем, в текущем, в текущем, в текущем, в текущем. И здесь мужчина может стимулировать грудь женщины. Он, может, здесь он ведет себя как ребенок с грудью, с грудью матери. И это тоже вызывает у женщины возбуждение. Вот эта позиция очень хорошо воздействует на повышенную эмоциональность, на темперамент. То есть во всех вот этих вхождениях неглубоких женщина может вести пенис. Она может вести его различным образом. Вот эти сидящие позиции очень важны для женщины. Потому что в сидячей позиции женщина может вести, и женщина может вести еще и крестцом. Она может вести крестцом, вот, движением. И она может обхватывать пенис и тоже вести его в правую и в левую сторону. Вот эта сидячая позиция очень важна для женщины. То есть она знает, как двигать крестцом. Okay. Раньше в ногу. И когда женщины чувствуют счастье, оргазм и эмоциональность, и эмоциональность, и все болезни будут отбранены. Многие болезни будут отбранены. Основные болезни излечиваются в этой позиции. Потому что все эти позиции стимулируют различные органы и повышают уровень энергии. Когда мы чувствуем экстаз, это просто-напросто простейший способ почувствовать или вкусить, вкусить любовь вселенной, почувствовать это просветление и соединиться, стать единым с единой силой. Во время любви, когда оба могут остановиться и отдохнуть, а затем поднять энергию вверх и объединить эту энергию. Две энергии, мужская и женская, поднимаясь сверху, объединяются. И тогда, когда это происходит, мужчина и женщина соединяются в одно. Они становятся единым. Когда это делается, и на определенном уровне происходит соединение мужчины и женщины. Когда эти энергии соединяются наверху, тогда вы чувствуете, что вы и ваш партнер превращаетесь в единое. Теперь позиция не очень сложная. И все это очень просто. Когда вы чувствуете себя хорошо, вы возбуждены, вы останавливаетесь, меняйте позицию. И вы продолжаете в другой позиции, затем опять меняйте позицию. Пенис хорошо, когда идеальная форма пениса – это форма, которая напоминает форму гриба. Вы знаете, как сорвать такой гриб? Очень легко. Когда, как? Это значит, нужно... Как вот молоко, как молоко из... Как молоко дается из коровы, таким же образом нужно работать с пенисом. И тогда он будет больше, и головка будет энергии, головка будет расширяться. Поэтому мы тащим, сжимаем пенис и вытягиваем его, и таким образом пенис также становится длиннее. Следующий. Скрыженный у кофе. И это тоже сжимается пенис и вытягивается. А то, что мы вот называем на Западе мастурбацией, а в даосизме это называется сексуальное упражнение. Здесь не обязательно делать слишком много упражнений. Но если вы будете делать упражнения ваших сексуальных органов, и вы всегда будете хороши в сексе, но и не только как-то хороши в сексе, вы всегда будете хорошо играть в теннис. Ага, но если вы не будете практиковаться, а просто будете наблюдать, как играют другие люди, тогда вы не достигнете ничего. То есть, в принципе, все в практике. Поэтому очень важно упражнение с сексуальными органами. Это то, что упражнение с тем, что у вас есть. И вот поскольку, потому что нет этих упражнений на Западе, поэтому столько проблем с сексуальными органами. Очень много. Большие проблемы. Очень много проблем. Очень хорошо делать силовой запор именно в позиции стоя. Давайте потрясем яичками и грудью. Продолжайте трястись Трясите яичками Отдыхайте Язык Зубы Подбородок Глаза Ноги Ягодицы Выдохнули Втягиваем Вверх, вверх, вверх макушки Глаза Два Опускаем вниз Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Восемь Вы можете сделать небольшой выдох, когда хотите Девять Постучите по голове Глазами Вращаем Иногда я не обращаю Не обращаю внимания на то, как я Вращаю энергию Вращаю ее по часовой или против часовой В обратную сторону Отдыхаем Начинаем обращать энергию в сердце В нижнем тонь тянем Миллион долларов Точка Один миллион долларов Найдите точку Натавите на нее Выдохните И начинайте втягивать Чувствуете, как при этом Начинает сокращаться мозг в голове Натавите на нее Есть еще один метод, который называется метод Урины Для мужчин очень важен этот метод Потому что если вы не будете практиковать этот метод Когда вы были мальчиком Вы его таким образом писали А когда он 50 или 60 Вы идете в туалет Так вот писаете Тинь-тинь-тинь-тинь Это очень важно Потому что в это время уже Немножко припухает предстательная железа И в почках нет энергии Потому что нужно Выспускать Мочу сильно До 100 лет И больше, чем 100 лет Поэтому вы должны встать на цыпочки Когда писаете Женщины тоже Идете в туалет Ну, женщины садятся Мужчины стоя писают Для того, чтобы так писать Нужно, чтобы был полный мочевой пузырь Когда мужчины идут в туалет И писают Писают, писают, писают долго Таким образом Они теряют много энергии Потому что здесь открывается Идет, выходит энергия У вас полный мочевой пузырь Идете в туалет Вы выдыхаете Подтягиваете Подтягиваете все А желудок опускается Вы сжимаете И как бы выталкиваете мочу Это очень сильный процесс Можете встать на цыпочки И таким образом Вы укрепляете свои почки Вы укрепляете предстательную железу Когда, например, если туалет грязный Вы можете своей сильной струей Вымыть туалет Да, да А иначе, если не будете практиковаться У вас такая вот Тоненькая струечка Да, сейчас как раз и попробую Встаете на цыпочки, мужчины Подтягиваете Не давите Держите Сжимаете зубы И сильно выталкиваете Сильный толчок Сильно выталкиваете мочу На выдохе И останавливаете Выталкиваете и останавливаете Опять выталкиваете Останавливаете Опять выталкиваете Останавливаете Итак, 4-5 раз надо делать Таким образом вы очень хорошо будете тренировать мышцу Это очень важно Давайте закончим это Вот таким вот образом вы втягиваете мышцами и голосом помогаете Дальше Массаж груди Женщины продолжают массировать грудь, а мужчины массируют яички Вдох Выдох Очень легко Поднимайте яички Влагалище, матка сокращается Поднимается Нужно также научиться делать всасывание вот этим горлом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!